Для школьников летние каникулы – радостное время. Никаких уроков, солнечные дни и целых три месяца приключений. Олеся Станкова с нетерпением ждала поездку в лагерь. Мечта – настоящая сказка, где можно завести друзей, научиться новым играм и отдохнуть на природе 18 дней. Девочка здесь уже в пятый раз, и он точно не последний. Я участвовала в конкурсе «Мисс Лета». Там было восемь девочек. Я танцевала восточный танец. Я к нему готовилась два дня, наверное. Может, больше чуть. Спартакиады, концерты, конкурсы, ярмарки – тут все для того, чтобы школьники не сидели на месте. В корпусе дети только спят и принимают душ. Для всего остального – 24 гектара территорий под открытым небом. В программе смены даже патриотическая линейка. Очень насыщенный день в лагере проходит. С утра в 8 подъем, в 8.15 – интересная, насыщенная зарядка с пробежкой. Потом быстро собираемся, в порядке навозим. В комнатах, в кроватях песок вытряхаем и бежим на завтрак. Каждая секунда расписано. После завтрака у нас спортивное мероприятие. Мне родители подарили блестки. И воспитатели, мы попросили, чтобы они нас накрасили. А воспитатели за вами всегда смотрят, всегда следят? Да. И чем у вас воспитатели помогают? Ну, нам говорят, когда в столовую идти. Предупреждают, ну, когда пейнербол, футбол. Самый интересный момент – это у нас, когда идет закрытие лагеря, то есть костер. Большой костер. Вот это самое за смену, самое развлекательное такое. Вечером дискотека с конкурсами на свежем воздухе. Но у школьников есть и свои планы. Когда гаснет свет, а сон никак не идет, приходит время для разговоров, розыгрышей и, самое главное, гаданий. Большой лагерной традиции. Совсем недавно, вот буквально ночь назад, мы гадали на расческах. Там было такое гадание, что когда расчесываешь волосы, там заговор делаешь. И ложишься спать, и типа, ночью тебе должен присниться твой суженый. И как, приснился? Ну, не кто-то, кто хочет. Об антиковидных мерах можно не переживать. Воспитателям ежедневно измеряют температуру. Родительские дни не проводятся уже второй год подряд. Перед началом смены к заезду лагерь подготавливают тщательно. Накануне открытия детских оздоровительных лагерей было проведено энтомологическое обследование территории с последующей корицидной обработкой. Но отправляя детей в лагерь, позаботитесь, пожалуйста, чтобы у них были корицидные и репеллентные средства. Объясните, как ими пользоваться. Мечта – самый большой лагерь в Бобруйском районе. Здесь 22 отряда, в каждом по три воспитателя. Здравница может принять за раз почти 600 ребят в возрасте от 6 до 16. Увы, заявок всегда больше. На вторую смену, которая начнется 24 июня, их уже более 900. На третью – свыше 800. А вот на четвертую еще есть свободные места.